А при ланчам ролика хотел бы сказать, что это видео было снято пару дней назад, как и предыдущее, и осталось всего лишь одно видео, которое я снял пару дней назад, потом уже будут выходить свежие видосики. Большое спасибо за ваши лайки, за ваши теплые комментарии, мне очень это приятно, реально очень классная поддержка, у меня очень много идей для видосиков, поэтому пацаны, повторюсь, вас только нужно, это поддержка, то есть лайк поставить и написать теплый комментарий, ну лучше всего конечно лайк поставить, чтобы видео выбивалось топ, больше людей его видело, ну и я буду понимать, что вам это нравится. Все пацаны, желаю всем приятного просмотра. Давайте я сразу объясню, что происходит. Во-первых, я подарил свой мотоцикл, Ямаху, помните, у меня была Ямаха с номерами ММС-34, мне ее подарил администратор года назад, я подарки в принципе храню, но в этот раз мне пришлось все-таки попрощаться с Ямахой. Я ее не продал, я просто ее подарил Джонни Прайту, он же Ваня Зайцев, я думаю многие его в принципе знают, поэтому у меня сейчас вводно место, и у меня в принципе появилась идея, какая идея, я сейчас объясню. У меня появилось место, я себе уже долго на самом деле ищу машину, была одна машинка, Audi RS7, с номерами SR-37, я хотел ее купить, но владельца я почему-то уже найти не могу, я его номер знаю, но он не заходит короче в игру. Возможно, зайдет позже, но все равно у меня появилась очень классная идея, я решил купить пацаны машину с автосалона, а именно Audi RS7. Почему ее? Потому что мне она лично интересна, из-за того, что вроде бы как с чипом она едет 180 километров, это довольно-таки неплохо, потому что я люблю как бы скорость, и поэтому я решил ее приобрести. Но для этого сначала нам нужно пойти в банк и снять бабочки, потому что у меня сейчас с собой есть всего лишь 37 тысяч, поэтому сейчас мы пойдем в банк, я сниму, наверное, прямо два. Мы с ним не влаживаться не будем, я чисто поставлю чип, азот, и все, больше я ничего с ней делать не собираюсь. И просто не покатаемся. Ах да, еще у меня есть в призах блат номера, и мы какие-то номера сегодня на нее поставим, то есть на Audi. Что я с ней буду делать? Есть три варианта. Первое, я ее оставлю себе, второе, я ее просто продам, и третье, я ее разыграю. Как бы вот есть три варианта. Не нужно писать мне в комментариях, что мне нужно выбрать, я как бы сам решу, если что. И тем более сейчас проходит конкурс, пацаны, на 2 миллиона, ой, на 2 миллиона, на 5 миллионов, пацаны, проходит конкурс на Мазинге. Ссылочка на конкурс, если что, будет в описании, обязательно участвуйте. Итак, данный автомобиль стоит в автосоне 1 миллион, это самая лучшая машина за эти деньги. Серьезно, лучше вы не сможете найти. Так, вот, в принципе, это Audi, раньше это была Mitsubishi Evolution, в принципе, я думаю, это всем понятно. Я ее беру чисто черная, будет у нас такая хулиганка, бандитка, не знаю, в принципе, ну хулиганка лучше звучит. Сейчас я ее покупаю, давайте покупаем. О, все, я ее купил, делаем тайм. Отлично, и теперь я релогаюсь, и берем эту машину, едем в тюнинг, в принципе. Минуточку внимания, хочу поставить бизнес нашей семьи. Наш бизнес, это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от Банка Арзамаса и недалеко от Перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 20. Первый бизнес, вот, Китан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя, спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар-страхтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пюлелей другим игрокам. Но самое лучшее из них, это кикбоксинг, либо удар-страх. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Аберна, приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Так, только что был какой-то странный бах. Я первый раз релогнулся, и я оказался почему-то в больнице. Хорошо, что у меня была аптечка, я, в принципе, вылечился. Вот второй раз релогнулся, и вроде бы как все нормально. Итак, сейчас мы берем эту тачку. Нет, не BMW, ага, берем Audi. Вот она. Сейчас я на нее построю блат номера, во-первых. Во-вторых, потом поедем ее в тюнинг и поставим чипы нитро. И посмотрим, действительно ли она едет 180 км в час. Внешне, честно, мне эта машина очень нравится. Но мне также нравится RS6. Но, честно вам признаться, то RS6 мне нравится больше, короче, чем RS7. Но все же, в принципе, за эти бабки. Мне просто интересно, как она ебашит 180, потому что я люблю поебашить, особенно на бэхе. И, возможно, Audi мне тоже понравится, и на ней будет приятно ебашить, так сказать. Ну что ж, давайте я буду пробовать подобрать номера какие-то. Честно, я хочу подобрать какие-то номера. Ну, наверное, топ какой-то. Либо рву, либо еще что-то. Когда уже я поставлю номер, пацаны, мы продолжим. Так, пацаны, я, короче, поставил номер. Я не хотел ставить топы, поэтому я поставил 3-8-778. Я хотел 3-о-8, нет, 3-о-8-8-7, но не получилось. И поэтому я поставил 3-о-7-7-8. Я думаю, это будет довольно-таки неплохо. Так, давайте посмотрим. Мне просто ушки нравятся. Ну, смотрится довольно-таки неплохо. 3-о-7-7-8. Ну, нормально, короче. Пишите вам в комментариях, в принципе, как вам эти номера. Ну, просто другие, пацаны. Нормальные номера, я думаю, не поставить из-за того, что они все как бы заняты. Поэтому я поставил такой номер 3-о-7-7-8. Я думаю, довольно-таки неплохо смотрится. Поэтому я, в принципе, доволен. Все, теперь едем в тюнинг и будем там ее тюнинговать. И да, я еще сразу решила вопрос. Типа, вот ты мог ее купить с рук, с чипом уже и поставить номер. Я просто хотел, пацаны, чтобы у меня была голая машина. То есть, новая салона, без пробега. Чтобы у нее целка была сто и так далее. Поэтому я взял ее салоном, в принципе. Посмотрите, сколько чип стоит и нитро. Так, все, вот я уже подержал Крестово, в принципе. Давайте заедем и попробуем ее протюнить. Да, на нее еще винил есть, но, блядь, я не хочу их ставить. Чисто бы черная машина на прикольных номерах, которая ебашка. Так, давайте пишем тюн. И сколько она стоит? Так, перекрасить. Азот стоит 100 тысяч. Ставим. Так, потом. Лимонзо мне нужен, гидравлика не нужна. По количеству работы 100 тысяч. Блин, она вообще дешевая, кстати. Ускоритель авто. Ставим, все. По идее же один только нужно ставить. Гидравлику я ставить не буду, если на эту всю, тоже ставить не буду. В принципе, все. Все, что нужно, я уже поставил. Все, выезжать можно. Погнали теперь проверим, как же она ебашит. Посмотрим, действительно ли она едет 180 км в час. Так, вот я выехал уже напрямую. Давайте, все, я врубаю нитро и нажимаю Alt. И она, по идее, должна ебошить. Посмотрим, ебошит ли она вообще. Так, 160, 170. Бля, натуре 180 едет. Твою дивизию тормоза, конечно, нет, такие себе. Ладно, это уже хорошо. Она действительно едет 180, это уже интересно. Так, давайте тогда прокатимся, я думаю, немного поактивнее. Так, вроде полноприводная, если я не ошибаюсь. Ну, в жизни она полноприводная, это я точно знаю об игре. Сейчас мы проверим это. Не, ну, ускоряется она, конечно, не очень сильно быстро, но она едет все-таки свои 180 км в час. Это довольно-таки хорошо. Да, видите, 180 выжил. Так, ну, на полноприводе, конечно, не особо подрифтуешь, но все же, блин, это круто. Я реально доволен этой тачкой, то, что она едет 180. Мне реально было интересно не прокатиться самому. И я думаю, у меня будет пару дней, чтобы решить, нужна ли мне эта машина вообще. Ну, на самом деле, я бы купил себе такую машину только на фулблат номерах. Но эти номера тоже классные. 3О778. Довольно-таки прикольно выглядит. Мне лично все нравится. Пишите, пацаны, в комментариях, как вам эта тачка вообще. Ну, мне кажется, своих бабок она стоит. Я в нее, получается, вложил 350 тысяч. То есть, она стоит лям. Я в нее вложил 350 тысяч. Теперь она довольно-таки валит. Она может даже посоревноваться с Бэхой. Но Бэху она, честно говоря, не обгонит. Я гонялся с Рэш 7, вот этой, тоже на фултюнинге. Которая ехала 180, то, ну, у нее нет шансов почему-то. Как бы Бэха все равно почему-то быстрее ускоряется. Ну, и максималка у нее больше на 17 километров. Ну, что ж, я думаю, на этом я буду заканчивать, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.